Ну, наверное, пёс будет. Эмир не готов сказать, какая из его собственных работ любимая. На этом стенде самые свежие картины. Родителям нравится портрет коренного жителя Северной Америки. Это компиляция из фрагментов, найденных в интернете. Сегодня это окно в мир, где можно посмотреть сюжеты, типажи для портретов. Там же полное собрание сочинений мировой живописи и графики, начиная с наскальных рисунков кроманьонцев. Кроме того, сотни мастер-классов по классическим и современным техникам. Здесь, например, тушь и акварель комбинируются с шариковой ручкой. Он очень много в течение дня этим занимается. Даже когда делаешь ему замечания, выполни уроки, он говорит, дайте мне немножечко порисовать, я немножко вдохновлюсь, и тогда у меня может быть и на другой процесс у меня будет более приподнятое настроение. Это персональная выставка Эмира. Работы за 4 года учебы в школе искусств. Немного импрессионизма. Здесь уже этнические мотивы. Эксперименты с ограниченной палитрой. Красные и желтые цвета на черном фоне. Особняком работы на военную тематику. В центре люди. В этом случае они просто отдыхают, стараясь отвлечься, насколько это возможно. На стендах далеко не все. Часть работ дома. Помимо этого, такие вот тетради для набросков, когда рука сама тянется к карандашу. В основном дома, когда, допустим, тяжелый день, и как-то расслабиться, там, не знаю, стараюсь чем-то себя развлечь. И рука сама ведет, ты как бы думаешь, что ты рисуешь. Стараюсь, чтобы было вот так вот, как я хочу. Но не всегда так бывает. В творчестве неожиданный результат, скорее норма. Технически это неоконченная работа. Но автор вместе с преподавателем решили, так тому и быть. Раиса Кумпан работает здесь 25 лет. По ее словам, такие выставки проводятся для того, чтобы учащиеся могли посмотреть работы тех, кому уже сегодня есть что показать. Я обожаю его графику. Очень живые, быстрые, легкие. Он делает их в течение 5, 10, 15 минут. Это высший уровень, вообще высший пилотаж, я считаю, что для ученика 14 лет, для пятиклассника это очень хороший уровень. Вот они, наброски, они выполнены в разных техниках. Есть новая техника сейчас, вот он много ищет, действительно, и в интернете, и сам пробует различные материалы. Это фломастер нового образца, который сродни акварели и в то же время графика. Уже в ближайшее время Эмир приступит к дипломной работе. В будущем надеется, что увлечение перерастет в профессию, связанную с архитектурой или, например, с дизайном. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.